всем здорово вы смотрите рубрику жертва маркетинга на канале пока шеварим друзья мои рад я честно говоря что youtube развивается в плане кулинарном то есть последнее время появляются новые каналы кулинарные которые стараются сделать что-то неплохое и вот сегодня я вам представляю достаточно молодой кулинарный канал который называется лоджин скук ради все правильно сказал название но не в этом суть друзья ссылкой на канал естественно оставлю под видео автор канала абсолютно никакой не повар он обычный парень ровно такой же как и я я тоже мне нет никакого образования поэтому в общем то он не импонирует что сказать про этот канал ну парень старается сделать кулинарный канал почему видно что он старается потому что звук улучшается картинка становится лучше в общем то он достаточно подходит неплохо к работе с аудиторией то есть пытается включать киты интерактивы и там вы можете заказать у него рецепт какой-нибудь блюдо он вам сделать следующем ролике но это пока у него подписчиков не очень много когда станет много конечно он не сможет удовлетворять потребности аудитории вот в плане того чтобы приготовить то что аудитория хочет друзья но в любом случае парень старается давайте его поддержим ссылочку на его канал я оставлю под видео переходите посмотрите если вам понравится что он делает то подпишитесь на его канал конечно в этой рубрике я рассматриваю товары массового потребления которые продаются в магазинах или втюхиваются нам фастфуде это кстати новая фишка фастфуд мы еще с вами обзоры не делали на фастфуд но почему бы нет сейчас очень массово по по телевизору показывают рекламу грег мака от макдональдс именно поэтому сегодня у нас на обзоре грег мак друзья мои да я хочу разобраться не просто в том вкус на этот грег мак или нет потому что обзоров сейчас очень много наверняка на него есть и будет еще много обзоров я хочу все-таки погрузиться в состав продукта на коробках конечно не пишет состав продукта но мы найдем же мой кашеварим не был бы пока шеварим если бы не запаривался и не искал бы информацию поэтому информацию о составе этого продукта мы найдем разберемся из чего же макдональдс сделает свои булки а конкретно грег мак это новый типа тренд сезона греческий намекает в общем на на греческий гирос если знаете кстати рецепт гироса скоро на канале будет греческий гирос соусом садзики огонь вкус сезона грег мак две сочные говяжьи котлеты со специями и так далее стоил грег мак 185 рублей мне он обошелся дороже потому что в этот день я не пропустил пешехода и не выписали квитанцию на 1500 рублей кстати если я ее оплачу за две недели или за 20 дней то мне он обойдется штраф 750 рублей в общем не нарушайте правила друзья короче мне грег мак обошелся дорого а вам он может обойтись в 185 рублей шикарная манящая коробка вот с такой вот красивейший булкой так всегда ненавистным но идеология на коробке вот здесь написано две сочные говяжьи котлеты со специями приготовленные на гриле ломтики помидора немного свежего лука ароматный йогуртовый соус и все это в горячей пите ну в принципе как бы нормальные диалоги не нет перебора здесь просто описали то что здесь использована в качестве продуктов вот насколько я знаю раньше макдональдс всегда писали там калорийность ну энергетическую ценность продукта а сейчас перестали и непонятно сколько килокалорий вот в этой булке и кстати абсолютно непонятно сколько должен весить этот греб мак давайте мы просто его взвесим и будем считать что как бы с весом все в порядке ну они делают я так понимаю по технологии то есть ну есть определенные котлетки есть определенное количество соуса которые надо добавить поэтому я не думаю что он может отличаться там от от сэндвича к сэндвичу давайте взвесим ну что вот такая вот коробочка прекрасная аппетитная свежая коробочка действительно свежая благодаря вот такому цвету голубому ну что давайте посмотрим вскроем и посмотрим внутри состав для этого мы используем тарелочку но не свиньи же мы какие-нибудь вот такая вот штукенция выглядит она более расхляпана чем на картинке но в целом как бы все-таки это тоже самое да то есть тут два куска помидора давайте посмотрим что внутри мелко нарезанный салат айсберг соус цадзики и две говяжьи котлеты а я не вижу лук наверное лук тоже мелко резанный скорее всего скорее всего он вот здесь вот в этой массе находится лучок давайте за макдональдс поправим все вот так вот все должно выглядеть ну что ну и лепешка в общем то вот этот лепешка она это конечно не пита хотя может и пита может там есть внутри кармашек вот ну дрожжевая лепешка мягкая на самом деле кстати посмотрите то есть вот в реальности котлеты выглядят даже больше чем вот здесь вот на картинке правда они там наложены одна на другую но в целом они выглядят больше тут они выходят за пределы булочки даже мы не знаем сколько должен весить грегмак просто его взвешиваем и смотрим 300 грамм друзья как в аптеке 300 грамм мы будем считать что это норма норма учитывая что на коробочке состав не написан друзья но я нашел состав этого продукта поэтому давайте сразу чтобы не читать весь состав я его оставлю здесь и поговорим просто о тех ешечках добавках которые могут вызывать какие-то сомнения и так из чего же делают булочки давайте здесь посмотрим из неприятных названий бросается в глаза рапсовое масло и целых три разрыхлителя вот давайте про них поговорим рапсовое масло что же это такое рапсовое масло это масло из рапса если вот особым образом не отбирать правильные зерна рапсового для приготовления этого масла то оно становится вредным для человека в плохих семенах содержится особая кислота которая негативно сказывается на организме плохие вещества которые получаются из рапсового масла сделанного из неправильного зерна накапливаются в организме они не умеют у телевизита у елки-палки утилизироваться короче организмом и выводиться поэтому они накапливаются и знаете на что они влияют они замедляют развитие организма то есть его рост и также они негативно сказываются на развитии репродуктивной способности именно поэтому продажа не очищенного рапсового масла запрещено на территории евросоюза а также в ряде других стран я не знаю как в россии за этим следят я надеюсь все таки макдональдс используют то рапсовое масло которое безвредно для организма но на это остается только надеется разрыхлитель динатрия пирофосфат это пищевая добавка с индексом е450 в человеческом организме все сбалансировано в том числе фосфор и кальций и вот чрезмерное употребление фосфатов может негативно сказаться на способности организма усваивать кальций и это может привести к отложению в почках фосфора и кальция и в конце концов привести к развитию остеопороза поэтому друзья просто ограничивайте продукты которые содержат какие-либо фосфаты бикарбонат натрия это вообще ерунда друзья мы им пользуемся каждый день когда выпечку какой-нибудь делаем это пищевая сода фосфат кальция в общем-то про фосфаты я все сказал из чего же состоят котлеты в котлетах содержатся панировочные сухари а в панировочных сухарях есть карбонат аммония она же пищевая добавка с индексом е503 ужасно вредная хрень но не так сильно напрягаться потому что он вреден в изначальном своем состоянии потому что там содержится аммиак но если карбонат аммония мы нагреваем свыше 60 градусов то он распадается на три составляющие углекислый газ воду и аммиак а вот аммиак будучи летучим газом он просто тупо испаряется поэтому в готовой продукции которая подвергалась термической обработки аммиака содержаться не может поэтому друзья нам не стоит заморачиваться е503 опасен только в своем изначальном состоянии еще в грекмаке используют салат айсберг натуральный лучок натуральные помидорки и соус цадзики вот про цадзики поговорим подробнее так любимый многими соус цадзики и чертовски вот я вам честно скажу уважаемый мной состоит в общем-то из достаточно натуральных ингредиентов макдональдсе единственно в него зачем-то добавляют загуститель загуститель с индексом е1422 по сути дела это крахмал правда модифицированный но друзья он разрешен к использованию в продуктах питания поэтому к нему придираться не будем также в соусе цадзики от макдонс используется еще один загуститель зачем-то их там два с индексом е415 эта добавка считается безопасной разрешена в сша в канаде в европе но общем-то и у нас она не запрещена поэтому тоже не сильно беспокоимся еще есть консервант е202 сарбат калия это практически безопасный консервант мы его разбирали в ролике кажется про наггетсы поэтому я ссылочку оставлю вот здесь вот посмотрите если хотите по большому счету это самый наверное безвредный консервант который можно использовать ну что нам осталось только наверное попробовать новинку от макдональдс грегмак он же гирос хотя он перестает быть гиросом когда вместо мяса используют котлеты и он становится грег маком в этот самый момент давайте попробуем уже кстати если кто-то запаривается по поводу калорийности грегмака то он калорийный 476 килокалорий вот на одну порцию с другой стороны в общем-то это не очень много наступает тот самый ответственный момент когда пока шеварим оценит и вкус котлет хотя это стандартные макдональдские котлеты но я в общем-то соус цадзики паре то есть если он вкусный то это будет вкусно но это еще попробуйте я не разобрался вот давайте вот здесь сейчас соусы все выдавали немножко вы знаете это вкусная булка сейчас я отложу и расскажу вам это действительно неплохой бутерброд от макдональдса который стоит 185 рублей недешево кстати но это вкусно то есть как сказать соуса немало соус достаточно приемлемый он скорее напоминает правда почему-то майонез он напоминает майонез потому что там явно используется растительное масло немножко больше чем я бы использовал в обычном соусе цадзики то есть все таки дома я сделал бы соус цадзики где у меня было бы в основном в основном у меня было бы много йогурта и немножко конечно растительного масла оливкового здесь все-таки чувствуется что это как-то ближе к майонезу ближе к майонезу какое там растительное масло используется мы с вами разобрались поэтому соус цадзики но в принципе он вкусный то есть чувствуется и чесночок немножечко вот не хватает знаете чего наверное здесь не хватает свежих огурцов классические цадзики это свежие огурцы тут они использовали маринованные что в принципе не очень плохо потому что маринованные огурцы макдональдса все прекрасно знаю что это вкуснятина редкостная поэтому нормально нормально котлеты не пересушенные помидорчики вполне себе съедобные ну и булка булка тоже вкусная вот ну и салат айсберг как бы они используют хороший салат айсберг это хороший салат хрустящий и сочный вот поэтому в целом по вкусу у меня как бы нет претензий можно ли сделать вкуснее гирос он же грикмак конечно можно то есть если суда на насыпать мясо хорошо жареного специями не хватает вот этой нотки понимаете вот в гиросе используют особый набор специй до в греческом гиросе не чувствуется как бы греческого не достает мне греческого вкуса потому что а вот при мариновке мяса для гироса используют особый набор специй которого здесь не хватает тут используют обычные котлеты макдональдса говяжья понимаете здесь не хватает реально специи для того чтобы ощутить прямо греческий то что я был в греции я ел там гирос и фишка вся как раз в специях то есть там кориандр сира тимьян орегано еще какая-то специя забыл ну ладно в общем это в рецепте вы посмотрите я сделаю рецепт вкусного гироса вот в целом это вкусно то есть сказать что это греческое нет сказать что это не вкусно тоже нет это вкусная булка от макдональдс который стоит сто восемьдесят пять рублей поэтому давайте проставим уже баллы вообще макдональдсу баллы проставлять сложно потому что он идет как-то вне номинации основа основа все-таки будет обзоров вот этих вот в жертве маркетинга составлять продукты замороженные охлажденные которые продаются в обычных магазинах но тут мне просто мозги проели по телевизору вот грегма грегмак покупайте покупайте поехал и купил в общем давайте все равно его поставим в общий список то что другие продукты макдональдс и которые вот типовые я бы обзоры делать на них скорее всего не буду давайте начнем так соответствие тому что показывают по телеку или вот нарисовано здесь на коробке действительности ну принципе соответствие есть выглядит конечно тут поаппетит не поэтому десятку мы не поставим поставим ну скажем 9 баллов ну неплохо что касается вкуса вкус из 10 баллов которые я бы хотел ощутить в этом бутерброде я ощутил примерно на 8 поэтому по вкусу грегмаку я поставлю восьмерку и это неплохо по поводу веса в общем-то ну 300 грамм за здоровенный вкусный бутерброд который стоит правда не дешево тоже неплохо поэтому поставим десятку хотя нам не с чем сравнивать веса мы нигде не нашли сколько он должен весить и туго гирос набирает у нас сколько там получается 27 что ли баллов до 27 баллов он набирает но один балл я заберу за цену потому что дороговатая булочка купил бы я лучше его или бигмак я бы лучше купил бигмак ну честно мои мои личные предпочтения поэтому друзья 26 баллов гирос набирает никакого значения эти баллы на самом деле не имеют в общем вкусная булка будете покупать покупайте действительно неплохо достаточно свеженько то есть вот ощущение которое мне нравится от этой булки что ощущение свежести если ты ешь как бы бигмак то ощущение какой-то сытости тепла то когда ты ешь гирос ощущение свежести но в этом фишка как раз грегмака чтобы ты ощутил себя в какой-то красивый бухте на острове родос где ты сидишь попиваешь греческий кофе йог или какой-нибудь охлай там охлаждающий напиток и на мохи это ты заказал и кушаешь вот этот гирос со свежим йогуртовым соусом в принципе как бы более-менее ощущения эти передаются но тут конечно надо иметь хорошую фантазию но в целом булка неплохо друзья а с вами была рубрика жертва маркетинга от канал покажу варю я надеюсь этот выпуск был интересен полезен если это так то у лайк поставьте вообще в идеале чтобы вы конечно поделились этим роликом разместили где-нибудь у себя в социальной сети в контактике на стеночке кнопочку такую нажмите со стрелочкой поделиться и все у вас все автоматом поделится пусть этот ролик посмотрят побольше людей вот ну спасибо что были со мной а на сегодня все пока